Включай на запись. Давай. Саш, если ты мне еще скажешь, как полноэкранный режим нажать, как полноэкранный режим нажать на запись, как полноэкранный режим нажать на запись. Ctrl-L. Это где? Это кто? Ctrl-L. Латинская буква L. Ctrl-L. О! Офигеть, шайтан. Все, поехали. Значит, пару недель назад я был на мероприятии в Сколково, где мне рассказывали, как нужно делать предложения для лиц, принимающих решения в больших компаниях. Я подумал, что, в принципе, наверное, нет большой разницы между тем, ну, как бы, крупная эта компания или мелкая, большой человек или маленький. Наверное, все, с точки зрения эгоцентричности, все, в принципе, одинаковы в своем поведении. Вот, и решил рассказать вам... Володь, подожди минутку. Ребят, не микрофон, кроме Владимира, потому что шумов очень много лишний. Сейчас я что-нибудь сделаю с этим вопросом. Админ может всем выключить звук. Сейчас, сейчас я выключу. Да, да, продолжай. Так, ну, с точки зрения эгоцентричности, получается, что все мы одинаково в своей модели принятия решения. Поэтому, наверное, это, вот этот вот коуч, он был достаточно, может быть, применен в нашей деятельности тоже. Значит, ценностное предложение, как оно формируется для потенциальных покупателей, заказчиков, инвесторов и так далее. Ну, здесь все, наверное, видели эту презентацию. Может быть, хватило времени поизучать ее. Поэтому, наверное, на всех слайдах останавливаться не буду. Перейдем сразу к сути. Какую ценность вы даете клиенту? Ну, что касается структуры самого предложения, оно должно отражать следующие вещи, что человек должен видеть в вас некого экспорта в решении каких-то интересующих его вопросов. Дальше вы, ну, если четко представляете, кто перед вами, соответствует он целевой аудитории того предложения, которое вы транслируете. Вы говорите о том, в каком состоянии сейчас его бизнес и почему что-то нужно менять. И потом вы говорите, что там каждый бизнес ищет такие-то решения, то есть заинтересованы в клиентской базе, в учете клиентской базы. Вот. И предлагаете некое решение, которое выносит его состояние в точку гораздо выше текущей. Вот. Вообще, кто смотрел материал, который я высылал? Кто-нибудь включите микрофон, скажите «Я смотрел». Я половину слайдов посмотрел. Круто. Это уже достижение, значит. Ну и как цепануло, нет? Сижу на зуме. Слушай. Я тут занимаюсь 30 минут. Презентация хорошая, вот. Но единственное то, что мы как бы продукт предлагаем для малого-среднего бизнеса, у нас, наверное, немножко проще. Там вот что-то про кланы было, да, то есть, ну, в крупных компаниях действительно это учитывать надо, вот. Но сама вот структура хорошая, то есть здесь действительно, вот, как, по сути, как ценность продавать клиенту. В этом смысле, конечно, да, наверное, то есть большой разницы нет для малых или для больших. У нее просто, у этой девушки здесь более развернуто, потому что в крупных корпорациях там действительно свои кланы, и у них часто взаимоисключающие интересы. Вот. Вот это учитывая. Да, спасибо, кстати, вот, на самом деле твой вот этот вот спич, он настроил меня на то, что вам действительно нужно, мне, по крайней мере, нужно вам рассказать. Вот смотрите, вот структура предложения, она, в принципе, независимо, кто перед вами, там, бог либо, я не знаю, дворник убирающий улицу, она должна быть примерно вот такая. То есть мы говорим, что мы являемся экспертами, что мы понимаем, кто перед нами, то есть что ты вот чувак, соответствующий нашей целевой аудитории. Мы говорим о том, что что-то нужно менять, предлагаем решение, которое это позволит сделать, и ссылаемся на то, что это у конкурентов уже есть. Вот. И ты получишь вот такую выгоду, ну и как бы эта выгода основывается на конкретных показателях. Вот эти вот шесть ступеней в предложении, они должны быть в той или иной степени. И причем мы также должны понимать, что если перед нами занятый человек, опять же, независимо от того, чем он занимается, торговлей, принятием решений на 10 миллионов рублей, либо уборкой улицы, у нас есть две, максимум три минуты, чтобы он, то есть он может отвлечься от своего дела на три минуты, чтобы мы его так заинтересовали, что он дальше нам дал некое время, в котором мы более подробно могли бы ответить на его вопросы. Понимаете? Вот эти вот все шесть ступеней нужно упихнуть в три минуты. Ну, здесь можно потренироваться, как это должно быть касаемо UDS. Если разбирать каждый пункт, то, ну, естественно, мы понимаем, что за нами глобальная, межнациональная компания, то есть Global Intellect Service, которая там собаку съела на клиентской лояльности и на маркетинге, да, вот, ну, опять же, вот, чтобы правильно спозиционироваться в части нашего человека, к кому мы обращаемся, мы должны понимать, на чем основывается наш продукт, вот, что в приоритете, продукт, либо целевая аудитория. Как вы думаете? Можно включить микрофон? А кому включить? Поднимите руки, кто включил. Всем включите микрофон и пусть скажут, что у вас приоритет. Первичная вообще задача бизнеса? То есть? Задача бизнеса. Ну, из двух предложенных вариантов, что, первичный продукт или целевая аудитория? А я не понимаю, что такое целевая аудитория. Целевая аудитория – это те клиенты, которым мы наш продукт продвигаем. А, клиенты. То есть клиент или продукт? Конечно, клиенты первичные. Есть еще какие-то мнения? Продукт. Мнения на самом деле всего два должно быть. Либо продукт, либо целевая аудитория. Ну, смотрите, на самом деле, действительно, продукт, если мы являемся экспертами в определенные вещи, мы всегда найдем целевую аудиторию. Поэтому вот первично все-таки наша экспертность в определенных вопросах. То есть если мы являемся экспертами в маркетинге, в клиентской лояльности, в учете, то мы выступаем в качестве экспертов и доказываем своей целевой аудитории, что мы можем помочь им в решении их вопросов. То есть мы основываемся на определенный мощный опыт себя, своих коллег о том, что у нас там крутая команда. Мы говорим человеку, что вы используя этот продукт, действительно можете там изменить свой бизнес и также стать таким же экспертом, как и мы. То есть если переходить на партнера. Правильно ли я понимаю, что правильным ответом по этой версии является, что первичный продукт? Безусловно. Саша, это Саша говорил, правильно? Нет, я просто не вижу, кто это говорит. Дело в том, что если мы придумали классный продукт, то его можно положить на любого предпринимателя. И действительно, если разобраться, что такое UDS, это классный продукт, который ложится на любой розничный бизнес. Безусловно, продвигая этот продукт, мы ищем определенные, составляем определенные гипотезы, чтобы наш продукт, наше решение отвечало на эти боли, которые мы сформулировали в этих гипотезах. Гипотезы направлены на целевую аудиторию. Всем понятно? Молчание, знак согласия. Мне непонятно, что такое гипотеза направлена на целевую аудиторию. Это предположение, каким образом продукт? Это дальше. Про первичность продукта всем понятно? Алло. Да, мне понятно. Понятно, понятно. Отлично. Поехали. Ну, здесь раскрывается, где и как мы можем выступать в виде экспертов. Мы говорим, что есть куча направлений, куда можно применить наш продукт, возможности, которые он открывает. Вот такие-то, такие-то крупные компании его используют. То, что мы там распространяемся по всему миру. То, что он стоит недорого и решает классные задачи, которые там приумножают ваш бизнес. То есть вот, в принципе, вот в каждой из пяти вот этих вот сегментов мы выступаем как эксперты. Это вот наша экспертиза, мы в этом уверены, мы это двигаем. Здесь также можно потренироваться на примере UDS, все, что мы раньше прошли. Теперь, что касается целевой аудитории и гипотез по поводу этой целевой аудитории. Сразу скажу, предвкушаю ваши вопросы, что знают, значит, эти аббревиатуры, которые указаны в столбце по вертикали, я не знаю нахер. Вот. Ну, в принципе, так, если, конечно, кто-то скажет, может быть, знает кто-то, что такое EPG, CA, SMB. Саша, наверное, точно знает. Нет, я не знаю, первый раз вообще вижу. Я даже не знаю, что такое дискретка. Ну, в принципе, тогда пропускаем этот слайд и идем дальше. Мы должны помнить, что наши решения в любом, даже самом небольшом бизнесе могут затронуть интересы людей на разных уровнях. То есть мы должны понимать, что любая предпринимательская деятельность – это некий организм. И в нем есть продавец, который будет использовать UDS для обслуживания покупателей, бухгалтер, который проводит бухгалтерские проводки и должен учитывать накопленные скидки, кэшбэки и так далее и тому подобное. Сам собственник, который должен в конце концов получить выгоду от нашего предложения. Директор магазина, который должен эту идею администрировать. Директор по маркетингу или маркетолог, а может там приглашенный маркетолог, у которого есть наверняка куча своих предложений, как решить эти задачи. И у которого собственником выделен бюджет на реализацию этих задач, а мы ему этот бюджет портим. Поэтому мы должны помнить, что наше решение затрагивает разные задачи разных людей внутри компании. И вот отвечая на вопрос про клановость, клановость есть даже у ИПшника, самозанятого, который торгует фруктами на рынке. Потому что у него есть клан муж, клан жена. У него есть жена, которой нужно 60 тысяч рублей на шубу, а вы предлагаете ему купить лицензию за те же 60 тысяч рублей. Понимаете о чем? Какая интересная штука. Вот, так что мы должны учитывать, что мы затрагиваем разные интересы и разные задачи. И здесь должны понимать, кто перед нами и за какую задачу он отвечает. В части, когда мы идем в бизнес, особенно когда речь идет о внедрении, мы должны понимать, что мы должны будем пообщаться с разными людьми в разных сегментах этого бизнеса. С директором, с маркетологом, с директором по маргану, с финансовым директором, с бухгалтером и так далее. И у каждого есть свои боли и свои причины. Понятно? Леха, хотелось бы пообщаться. В классическом маркетинге это называется стейкхолдеры. Ну вот видишь. А ты, может быть, ты все-таки расшифруешь вот эти вот понятия? Не-не-не. Тогда не умничай. Ладно. Теперь по ролям. Значит, когда мы определяем свою целевую аудиторию внутри вот этой компании, куда мы идем, мы должны для каждой роли сформулировать некие гипотезы. На что, на какие задачи в его сегменте этого бизнеса мы можем ответить и помочь ему. Особенно это классно работает, когда ты работаешь своей презентацией на несколько людей в этом бизнесе. То есть, когда перед тобой сидит сразу и маркетолог, и финансист, и сам директор, ты сформулировал по каждому из них гипотезы, и когда ты проводишь презентацию, ты так внимательно смотришь, какая из твоих сформулированных гипотез отразилась и больше всего отыграла, и давишь именно на эту боль. Гипотеза должна быть сформулирована с точки зрения проблемы и боли, связанной с этой проблемой. Ну и когда мы говорим о роли каждого внутри этого, так скажем, бизнеса, мы должны понимать, что внутри бизнеса есть некий человек, через которого мы туда зашли, инициатор. Есть некий энергетический спонсор, который нас примет и продвинет. Есть лицо, принимающее окончательное решение. И есть конечный пользователь, кто будет этим заниматься. Ну и вот здесь вот прописаны те пункты, которые мы должны учесть при определении этих лиц. Ну вот также есть бенефициарий, это некий выгодополучатель. Есть соперник, наверное, это будет маркетолог, который будет вам говорить, «Да я по-другому решу этот вопрос». Наверное, есть некий такой административный работник, который будет там задавать вам кучу всяких юридических, технических и административных вопросов. Конечно же, столкнуться с финансовыми какими-то там бюджетными вещами. Ну и вот деятельность по закупам здесь, наверное, будет неуместна. Здесь, скорее всего, собственник примет решение. Ну и здесь дальше идет повествование о том, как стоило бы с ними общаться. Нужно учитывать, чтобы просто каждый из них имеет свои степени свободы, свои заинтересованности и так далее. И все эти вещи тестировать, проверять. Можно также предположить какой-то вариант продвижения, какой-нибудь магазин или еще что-то, и поэкспериментировать. Ну и вот, что касается ответа на вопрос Саши по поводу гипотезы, нужно понимать, что есть у каждой боли четыре уровня. То есть есть, зачастую мы сталкиваемся с тем, что люди, с которыми мы встречаемся, еще и не думали про эту проблему. И это, наверное, самый сложный вариант. Когда на уровне бизнеса возникает интерес в учете клиентской базы и проработке, это самый классный такой вариант, очень сложно нам будет войти, когда эта потребность уже сформулирована на уровне информационных технологий, и уже айтишники как-то пытаются решить эту задачу. Скорее всего, у них сформирован некий свой айти-бюджет, который мы сильно им порушим. Ну и когда боль и задача сформированы уже на уровне технической задачи, то здесь попасть практически невозможно, если мы не начинали с самого первого шага, с момента, когда еще люди не думали. То есть на уровне ТЗ уже заложен какой-то некий продукт, который прошел все эти стадии. Понятно, о чем я говорю? Алло. Не очень. Еще раз, смотрите, здесь вот изображена воронка продвижения идеи. То есть когда мы заходим в бизнес, который не задумывался о CRM-системе, то мы можем просто идти поступательно, то есть выводить эту идею на уровень бизнеса, проходить некую презентацию и так далее, потом выводить на уровень IT внедрения, потом, если это необходимо, формулировать техническое задание под свой продукт, и здесь нам конкурентов не будет. Если мы заходим в бизнес на какой-то более последующей стадии, то есть либо на уровне IT, либо на уровень технического задания, то нам все сложнее и сложнее залезть в этот бизнес со своим продуктом. Потому что у них уже на тот момент есть понимание, что им нужно от CRM-системы, и очень много вероятно, что мы со своим предложением не подойдем, потому что недостаточно функций внутри программы. Под конкретной это за? Да. Ясно? Ясно. Мне ясно. Ну, здесь классный такой кейс приведен. Можно потом посмотреть. Вот что касается нашего решения. Формула описания решения. То есть как называется продукт, что это в техническом виде, как это работает, это и есть решение. Так, 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 я немножко. Это задание. Кто ваш конкурент? Ну, здесь нужно понимать, с кем мы конкурируем, какие другие решения есть. Но мы в первую очередь должны основываться, если идти по этому слайду, поворонки и продвижения, да, то в первую очередь мы конкурируем с Excel. Мы должны это понимать. Понятно, почему нет? Коллеги? Да, понятно. Это вообще самый большой конкурент. Ну, нет. Это самый сложный конкурент, потому что Excel позволяет бесплатно, а еще лучше Google таблицу, позволяет бесплатно выполнить практически весь этот функционал вручную. и здесь вопрос, насколько ленивый человек, с которым мы общаемся. Он может все это вести в Excel. Понятно, что есть там всякие там City Life и другие CRM-ки, но в первую очередь мы конкурируем с Excel. У нас 4 минуты. Да, да, да. Так. С конкурентами разобрались. Ну, чем доказать, что мы обеспечим результат, я думаю, что это мы уже много раз проходили в других. Дальше идут только примеры. Ну, здесь, смотрите, если резюмировать, то еще раз то, с чего я начинал. Нужно при встрече, чтобы уложиться в 3 минуты, нужно, во-первых, обозначить свою экспертность, показать человеку, где он находится, какие у него сейчас боли, выстроить гипотезы по его болям и посмотреть, какая из гипотез больше всего откликается ему, надавить на эту боль, которая больше всего ему откликнулась, и показать, что наше предложение не только решает эту боль, но и выводит его бизнес на уровень выше текущего состояния. Вот такой вот резюме. Круто. В конце стало вообще все понятно. в резюме. Не, классно. Можно было бы там, если было бы больше времени, пройти вот все эти... Я всем звук включил, всем звук включил, чтобы могли тоже отдать обратную связь. У нас 2,5 минуты. Давайте, давайте, ребят. Может быть, какие-то действительно вопросы есть. Все понятно, спасибо. А насколько это было полезно-то вообще, эти 40 минут, которые мы потратили? Ну, мне, честно, вот самое полезное для меня это группировки, да, стейкхолдеры. Действительно, что у них совершенно разные потребности, и нужно в своей презентации пытаться выдвигать гипотезы для разных группировок. Потому что, действительно, для бухгалтера это одно, для маркетинга это другое, для собственника вообще третье. И обычно мы это не делаем. Ребят, с кем бы вы не шли общаться, даже если с одним человеком, по нему нужно собирать максимум информации, и как минимум 6 гипотез, минимум 6 на каждого человека нужно прорабатывать. Если у вас в оппонентах 3 человека, значит, у вас должно быть 18 гипотез. По каждому 6. И что-нибудь все равно зацепят, да? Конечно, нет. Вы должны эти гипотезы озвучить последовательно и посмотреть на реакцию. На что-то он скажет, да, ну, нет, это не так. А что-то скажет, да. Вот как только он сказал, да. Можно даже все остальные 5 не формулировать. Сказал, да. Проработайте. Не теряйте время. Понятно. Ну, как-то так. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам, что дали высказаться. Все? Ни у кого больше вопросов нет? Ситисляется? Нет. Все понятно. Хорошо. Ладно, тогда это. Не будем задерживать всех. Всем большое спасибо. Владимир, тебе большое спасибо за интересную информацию. Надеюсь, что пригодится всем в жизни, в работе. Все. Всем пока. Всего доброго. Пока-пока. До свидания.